Закон о притравке собак В чем была изначально суть спора и к какому соглашению пришли? Ну, понимаете, во-первых, начнем с того, что закон о притравке собак, он на самом деле не так звучит. Это был закон о внесении изменений дополнений в закон об охоте. А притравка, понимаете, это понятие многих людей, что такое страшное и так далее, и так далее, чего не должно быть, это издевательство над животными и так далее. И это в какой-то степени создало вот такой негативный фонд этому закону. И в какой-то степени послужило тем спором, который сейчас есть. А в чем была проблема? Ну вот идет такая волна толерантности, всепрощения и так далее. Она как в разных аспектах проявляется. Например, как говорил один из наших сенаторов, во взаимоотношениях полов, всякие там гендерные революции и так далее, и так далее. И вот теперь добрались до собак, значит, что надо защищать бедных животных, на которых тренируют собак для охоты. Ну, казалось бы, как хорошо, как гуманно. Ну, это с точки зрения того, когда ты находишься в Москве и поехал из своего теплого кресла где-нибудь там поохотиться в какое-нибудь охотящее хозяйство, да, и там для забавы некоторых наших бездельников, значит, устраивают действительно потравы животных, то на эту тему можно, конечно же, сказать, да, это безобразие. Но ведь на самом-то деле речь идет о гораздо более таких глубоких вещах. Ведь огромное количество людей, которые живут особенно в Сибири, на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, для них охота является профессией. Причем профессия, с одной стороны, очень сложная, тяжелая. Ну, представьте себе, на наших тундровых, лесотундровых, горных, значит, местностях охотиться. С другой стороны, они очень опасны, потому что ведь в любой момент человек может, охотник, и погибнуть от животных, значит, у него должны быть помощники, значит, собаки. Они ему помогают, во-первых, охотиться, во-вторых, они защищают его. Ну, какие же это будут помощники, если они никогда этого зверя-то не видели, не знают, кто это такой, понимаешь, так. Это все равно, что отменить бокс, значит, и пусть это будет бесконтактный, да, кто там красивее покажет, но так же не бывает. И вот, как бы, эта часть, она была упущена совершенно, значит, в сторону. Ну, и, конечно, когда закон запретил контактную тренировку животных, то возник спор. Совет Федерации категорически стал против, потому что в Совете Федерации все-таки люди, которые из регионов, из субъектов Федерации, они там собраны, неизвестно по какому принципу, в Госдуме. И поэтому проголосовал Совет Федерации против, и была создана согласительная комиссия. Вячеслав Анатольевич, якутские охотники и владельцы притравочных станций против принятия закона. Они даже выступали на митингах по этому поводу. Что сейчас ожидают притравочные станции? Не существует таких притравочных станций. Существует, значит, ИТС, значит, испытательно-тренировочная станция. Что это означает, ИТС? Ну, с одной стороны, тренировочная, значит, там действительно натаскивают, тренируют собак. А испытательные там еще проводят еще и, ну, грубо говоря, лицензированные, дают свидетельство, сертификат собаке, что она хорошо обучена, что она там чемпион и так далее, и так далее. Испытательные тренировочные станции во всех частях нашей Российской Федерации действуют на основании, значит, определенных правил. Эти правила разрешают контакт с животным. Ну, грубо говоря, если собаку тренируют, чтобы она пошла на медведя, то в ходе тренировки разрешают контакт с медведем. Собака должна не просто понимать, значит, что это животное, значит, так, не просто с ним познакомиться там и понюхать, но она должна понимать, значит, какую он угрозу, во-первых, несет. Значит, должна сразу у нее зародиться, если хотите, в инстинкте, что это очень опасно и так далее. И она должна знать, а как, значит, можно противодействовать, нападать на это животное. Без контакта тут не обойдешься. Поэтому первоначальный закон предполагал, что контактная, значит, тренировка запрещена полностью. Вот нельзя, и все, пусть они через стекло смотрят, что там медведь сидит, так. Значит, а как с ним быть, и чем медведь опасен, это они пусть сами догадаются. А сейчас этот проект, последняя редакция, в результате работы согласительной комиссии, она, в принципе, разрешает контактную тренировку собак. Скажите, пожалуйста, а почему не было организовано широкое обсуждение закона в регионах? Посмотрите, кто у нас автор этого закона, кто выдвинул этот законопроект. Там такие люди, как Балловин, представитель Государственной Думы, или там Лебедев, это зам Жириновского, значит, так вам известный, значит, и даже Мельников, там, коммунист, зам Жиганова и так далее. Значит, они в основном исходили из таких гуманных соображений, как это смотрится из Москвы. Желая произвести какое-то такое было приятное впечатление, особенно перед выборами, на самом деле, даже не подумали, что существует еще огромное количество других людей, для которых это жизненно важно. Вячеслав Анатольевич, когда закон может быть одобрен Советом Федерации, и как реализация данного закона отразится на охотничьем собаководстве и на охоте в целом? Ну, смотрите, как вот отработала согласительная комиссия. Она согласовала формулировки. О чем говорят эти формулировки? Что пункт первый, как бы, испытательная тренировочная станция имеет право существовать. Где они могут находиться? В охотничьих угодьях. Охотничьи угодья делятся на две части. Первое, это общедоступные. Вот мы с вами сейчас, значит, если, как бы, имеем разрешение, будем иметь разрешение на то, чтобы ружья носить, можно с вами пойти, сейчас лежит, там поохотиться. А есть отведенные угодья, значит, но они закреплены за тем или иным охотником, обычно это делается для прощналов, значит. Или отведенные угодья с точки зрения того, что там специально содержатся разные животные, и идет организованная охота. Ну вот, Леонид Ильич Бречнев любил быть в Завидово, помните? Вот отведенные угодья. Вот тренировочные станции. Тренировать животных можно и там, и сам, и в общедоступных, и в отведенных. Но если ты тренируешь его до доступных, тогда ты должен попросить местного администратора, чтобы они тебе отвели эту территорию. Почему? Потому что понятно, что она опасна для других людей. Значит, мы с вами пошли, а там, на самом деле, вон, значит, тренируют, предположим, собак, борзых на зайцев. Так собаки могут и на человека напасть, так? Поэтому надо отвезти территорию. Это первое требование. Второе требование. Тот, кто занимается, значит, вот этими станциями, он должен быть зарегистрирован или как частный предприниматель и ЧП, знаете, или как юридическое лицо. Вот я занимаюсь тренировкой вот здесь вот. И третье. Если животное, на которое ты тренируешь собак, не имеет ограничения для своей защиты, значит, то, пожалуйста, разрешена контактная тренировка. Ну, а что значит ограничения? Ну, допустим, возьмем медведя. Значит, если, допустим, он сидит на поводу, на цепи, значит, если длина цепи позволяет ему свободно отбиваться от собаки, если ошейник позволяет ему передвигаться, значит, по вокруг своей оси, то есть он находится почти в естественном состоянии. И если вся эта территория огорожена, чтобы он не мог ее покинуть, и опасность другим не нанести. Если там есть клетка, куда он может в случае чего убежать, то, пожалуйста, пусть это будет контактная тренировка собак. Кстати, собаки тоже подвергаются ведь опасностям. Значит, так. Если же вы стеснили животное, ну, как сейчас вот любят делать наши эти вот, как уже новая русская, это уже старое слово, что ли, ну, вот эти вот богатей выдергают клыки, или наденут на медведя, значит, на морду маску, значит, или когти повыдирают, а потом на него собак пускают, и наслаждаются, как будто бы в древнем времени гладиаторы, понимаешь, то, конечно, значит, он стеснен, как бы ограниченно дееспособен. Поэтому в этом случае надо ставить ограждение стеклянное или сетчатое и так далее, и так далее. А если нет, не стеснен, если он в нормальном естественном состоянии, или вот, скажем, нора, норовая есть, да, значит, если нора имеет столько же выходов, сколько это животное в природе пользуется, значит, ну, допустим, три выхода, то, пожалуйста, можно контактную. Если вы ограничились, сделать для него только один выход, тогда только через стекло. Вот в чем суть дела-то. Я думаю, что это дает возможность нашим охотникам, значит, вполне нормально, значит, организовать эти испытания на тренировочной станции, не беспокоиться, значит, ни о чем. А с другой стороны, это, конечно, защищать животных, чтобы на ними не издевались. Глава Думского профильного комитета Николай Николаев, комментируя работу над законопроектом, отметил, что есть много белых пятен в законодательстве об охоте. Скажите, пожалуйста, о чем идет речь? Ну, он прав, значит, ну, во-первых, вот, говорим, испытание на тренировочной станции. Ну, а какая она должна быть у себя? Какая она должна быть в длину? Какая в ширину? Значит, как миробезопасно соблюсти? Значит, чтобы туда личные люди не подходили, не подвергали себя опасности. Что, значит, животное, значит, не ограничено в своем передвижении? Это же все надо описать, это все надо сделать. Ну, закон говорит, что это сделает Министерство природных ресурсов, значит, так, или там министрхоз, который занимается этой отраслью охотничьей. И вот там будут написаны инструкции. Ну, вот как они будут написаны? Напишут ли их вообще, понимаешь, не заглушат ли они всю эту охоту на месте? Значит, за этим надо наблюдать. Поэтому, вот он говорил, что много есть там таких подзаконных актов, которые надо принимать. Как правило, ну как говорят, дьявол-то в деталях кроется, да, можно хорошее решение принять, а потом так написать, что ничего не получится. Поэтому, значит, вот и решено там постоянно мониторить, смотреть за этим законом и так далее, чтобы он действительно был внедрён в жизнь и не ущемил права наших охотников. Мы знаем, что изначально закон о запрете контактной притравки инициировался в связи с участившимися случаями жестокого обращения с животными. Почему рассматривается только сфера охоты? Ведь такое отношение нередко даже и к домашним животным. Вячеслав Анатольевич, а как, на Ваш взгляд, должно быть ужесточено законодательство в отношении живодёров? Да нет, ну у нас же есть закон, значит, который запрещает заниматься живодёрством, значит, который защищает животных. Ну надо его применять, да и всё. Просто никто никогда в жизни его и не применял, значит, так, и на самом деле он же существует. Ну, на самом деле, тут ещё можно в скопах сказать, что должна быть какая-то разумная грань, что ли, а то можно всякое подвести. Наши крестьяне, якутские крестьяне, вообще все российские крестьяне, они же сами сегодня враги, у них беками выработалось отношение с животным, как своим. Если там, значит, к ворости на ударах, то это не значит, что такое, значит, обращение. А скорее жестокое обращение, вот когда покупают для своего развлечения, ну посмотрите, значит, в интернете, по телевидению, что только не тащат домой удавов каких-то, питонов, крокодилов, тигров. Потом они нападают на людей и их начинают мучить. Конечно, закон есть, его надо применять. Вячеслав Анатольевич, большое вам спасибо за вопросы охотоведов и охотников республики. Спасибо.